Привет, друзья! Вы вновь на канале Будни Инвалида. Меня зовут Алексей. Как и обещал вчера, мы сегодня едем по катушке устраивать, по чите. Едем, значит, на такое место, где вся чита у нас будет как на ладони. Бурятское святое место, Абон называется. В общем, как всегда, едем, показываем, куда едем, что едем. Андрей, поздоровайся. Привет передай. Добрый день. Поздравься с праздником прошедшим, можно сказать. С прошедшим праздником, да, где лично. Даша, ты попадешь? Нет, не хочешь. У нас, значит, подруга Андрея, но она стесняется пока у нас. Потом как-нибудь она появится у нас в кадре. В общем, катим, катим, катим. Мы с вами здесь уже катались. Это у нас, получается, московский тракт. Вот, по московскому тракту двигаемся. Вперед и только вперед. Надеюсь, вы уже узнаете знакомые места, знакомые маршруты. Но мы поедем чуть-чуть подальше. В прошлый раз вот как мы ехали. Только сейчас у нас маршрут немножко будет другой. Абон, а что за абон? Как я его? Я абон первый раз слово слышу. Ну, абон, это вот считается как святое место бурятское. Да, вот где они там молятся, привязывают веревочки к деревьям. Это святое место, а он именно называется абон по-бурятски. Это вот как у нас, допустим, ну, вот святой источник молоковка, да? Вот мы его называем. А для них это абон считается. И это, как правило, по-бурятски, по буддизму, это место скопления сильное, природное, да? Где живут либо злые, либо добрые духи. Вообще традиции у нас, я рассказывал, да, что перемешаны христианство, буддизм у нас очень развит. А неужели сотку нынче уже горело, да? Смотри, черные места какие. Ну да. Да, уже было. Видимо. Да, горело. Горело, да? Видимо, смотрим. Вот, блин, сегодня видимо, где-то опять горит. Кстати, снимаю сегодня на крутой телефон, на Дашин телефон снимаю. Видите, изменилась картинка, кстати, скажете потом. Как картинка вам? По-моему, картинка намного лучше, чем с моего телефона. Но Даша мне любезно позволила снять с ее телефона. Вот здесь мы с вами уже проезжали. Это называется... Как, Андрей, Титовская сопка? Титовская сопка. Ну и вот здесь вот у нас часовня. Смотровая площадка вот там находится. Но мы с вами поедем еще дальше, еще выше. То есть будет еще интересней, и вид будет просто обалденный. Если ты включишь, и ты на камеру перевернешь, то есть он будет где снимать? А, она снимает сейчас. Туда снимает, туда снимает. А, назад тебя снимает. Да, да, да. Нет, меня снимают? Нет, я поверну. То есть сейчас фронталкой снимаешь? Да, 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 фронталка. Я тебе говорю, кто камер у нас... А можно ее сейчас переключить? Да. Сейчас переключу ее, да? Смотри. Так. Там ей должен быть поворотик. А, нету его. Смотри. Видишь, нет. Э. Э. Даша все-таки нам попалась. Ну, ладно. Ну, странно. Нет, нет. Ты все равно это обрежешь. Нет, я не обрезаю даже. Я все снимаю одним кадром. Так, Даша у нас попалась. Ну, это хорошо. Нет. Она у нас потом будет меньше стесняться. Нет. Я снимаю на фронталку. Фронталка получше или похуже? Фронтальная, похуже. Похуже? Да. Ну, я просто, видишь, я вступление-то снимал, а то, что, ну, как бы... И поэтому так и снимаю. Я привык на своем-то так снимать. Даша, ну тебя даже никто захочет, никто не узнает. Ты что-то стесняешься? Кошмарище. Ну, что кошмарище? Все хорошо. Андрей тоже долго стеснялся. А сейчас уже почти... Смотри, отвернулся. Вот здесь мы с вами уже были. Это вот первая чета называется. Район первой четы. Лежачие, как всегда, полицейские. Скорее бы все расцвет. Хочется, чтобы зелень уже была, да? Да. А то все так серо. Но зато мы настроение сами себе поднимаем. Ну, как всегда, мы соблюдаем правила у нас. 60, не более. Андрей у нас законопослушный водитель. Почти. Ну, это когда штраф там, ну, это когда не от него зависит. Прилетало. Поэтому мы говорим почти. Опа. Опять лежачий. С одной стороны, не хорошо, что вот лежачий, да, ограничивают. А с другой стороны, если человек, допустим, неадекватный, то он и по этим лежачим летит, да, Андрей? Угу. Сколько случаев таких? Ну, да. Например, автобус, который меня домой берет. Ага. Носится, да? Угу. Не знаю, то ли не заметил, то ли забыл. Ага. Вот. Мы, значит, вот на первой чте повернули и сейчас будет. На улицу Баранского. Улица Баранского называется. И все. И мы поедем сейчас вверх-вверх-вверх на саму Сопру. Погода сегодня хорошая, солнышко, но ветерное. Ветрено. Ветерок такой не очень. Штормовое предупреждение может быть. Да, было? Было? Да, на сегодня мы летали штормовое предупреждение. Ага. Такой момент, мы через кладбище будем проезжать. А, другой дороги там просто нету, поэтому, да, сейчас поедем через кладбище. Потому что там одна дорога. И по этой дороге туда тоже ездят, получается, там у нас находится часть связисты. Они тоже туда ездят, по этой дороге. Вот ты говоришь, вот этот обон, скопление энергии. Да, да, да. И какое же вот интересно, вот мы проезжаем кладбище, да, и какая же интересна там энергия особая? Ну да, вот интересно как бы, но если честно, я не знаю ответа на этот вопрос. Если Игорь Николаевич в этом году опять поездочный уход, ты меня отпустишь. Вот. В прошлом году ходил на Цитовскую сопку. Да? Куда-то тоже вместо силы ночью. То есть с какого-то числа, там, ну, в ночь с такого-то такое-то число, не помню, был такой день, как раз для всяких таких ритуалов. Ага. Интересно, да? И он ходил, да. Ночью ходил? Да, ночью, они прям ночью пошли. И это прям он видел, показывал, он тоже захотелось. Я даже сказала, что он взял меня с собой. Сейчас, наверное, я все-таки это прервусь немножко, чтобы мы проехали это место и дальше продолжим. Хорошо? Так, все, продолжаем съемку. Мы проехали. Вот сейчас мы поднимаемся в подъем. Здесь, в принципе, уже вот можно видеть, какая здесь красота. Здесь вот секретный объект. Связистый. Вот здесь вот можно видеть всю Читу. Вот, смотрите, какая красота. Это вот правая сторона мечты. Здесь вот приехали, вот мы на святое место, это вот Абон. Сейчас будем здесь гулять. Смотри, это... Ага, вот. Это вороны. Это вороны. Ну, потому что здесь, видишь, здесь, как бы, кидают пищу, и птицы летают. Опа! Так. Все, пошли на улицу. Обоу! Не обон, а обоу. Обоу! По-бурецки, да? Читаю. Да-да-да. Сейчас, сейчас будем вам показывать все. Сейчас я свою крутую шапочку надену. Надену. Опа! Так. Опа! Опа! Андрюха, достанешь мою третью ногу? Ветерок. Сейчас почитаем. Вот, смотрите, что здесь написано. Уважаемые жители и гости города Читы, почитающие и подношение духом великих предков и владыкам местности, есть древние обычаи многих народов Азии. Обоу! На Читовской сопке исторический и культурный и сакральный центр. Здесь время своеобразно сплюло свой узор из обычаев, традиций, верований и племен и народов, отдавая дань святым местам. Пожалуйста, не оскверняйте их. Вот такая вот здесь находится. Обоу! Это вот бурятское святое место. Пойдемте, я вам покажу виды. Ветер, конечно, такой сильный. Очень сильный ветер. Продолжение следует пути. Извините за качество съемки Потому что ветер очень сильный Прямо сдувает Ветрено сильно Вообще прям до традиции Вот так походишь по зрителям И надо уже не так выкрутить У меня уже наконец-то Вид рука Друган сильный Вот такой вид открывается отсюда На Читу Вот здесь мы можем наблюдать Это у нас озеро Генон И левая сторона города Сейчас еще поднимемся на одну точку Я вам покажу Святое место Для буддистов Ох ветер Ветер пронизывающий Настоящий Ветер пронизывающий В общем, ребятки, вот такая прогулка у нас сегодня Я надеюсь, вам очень понравилось Мне понравилось очень Буду на этом прощаться с вами Потому что замерз Уже с рука замерзла Давайте я вас всех обнимаю До новых встреч!